Я вам сейчас расскажу смешную историю, в которой, возможно, многие женщины узнают себя. Она домой приехала уже совсем под вечер, и тельняшку мужа надела на себя. И в отражении зеркала, уже не в безупречном, стоит какой-то Вася, там, где была она. Да, стоит дружбанчик Вася, стоит дружбанчик Вася, в растянутой тельняшке, ведь проще так ходить. Ее тут вид не красит, но проще быть, как Вася, для мужа ведь не важно, ей красивой быть. Утро на работу, красивой для кого-то, ей снова быть охота на тонких каблуках. Мужчины смотрят кротко, им подойти охота, они не знают только, что дома все не так. А дома будет Вася, он снова скажет здрасте, в растянутой тельняшке, ведь проще так ходить. Ее тут вид не красит, но проще быть, как Вася, для мужа ведь не важно, ей красивой быть. Она идет по улице, такая вся красивая, губы красно-алые, подводка на глазах. Люди ей любуются и даже чуть завидуют. Ах, какая бабонька есть у мужика! Но дома будет Вася, опять дружбанчик Вася, в растянутой рубашке, ведь проще так ходить. Ее тут вид не красит, но проще быть, как Вася, для мужа ведь не важно, ей красивой быть. Утро снова рада, ей на работу надо, красивая помада, духи, сережки, лак. Она идет красивой, приветливой и милой, с прохожими кто мимо. Но с мужем надо так, не надо быть ей Васей, некрасивым Васей, в старенькой рубашке, в растянутых штанах. Пусть лучше дома скажет, я королева ваша, я всех на свете краше, во всех моих годах. Она домой приехала уже совсем под вечер, красивый пеньюарчик надела на себя. И в отражении зеркала, просто в безупречном, стоит уже не Вася, стоит уже она, стоит уже она, красавица, жена. Не тот дружбанчик Вася, нет, уже не Вася, в растянутой рубашке, ведь проще так ходить, хоть проще быть, как Вася. Ее тут вид не красил, ей вдруг стало важно, какой для мужа быть. И ей вдруг стало важно, какой для мужа быть. А вы какими дома ходите? А вы какими дома ходите?